В прошлом году ты здесь с Экстерой летал? Да. В этом году придётся уже какой-то серьёзный самолёт. А тебе в каком году больше понравилось, в этом или в прошлом? Летать в этом больше понравилось. А почему? Дело в том, что за год я полностью, фактически, перешёл на реактивную тягу. Что мне нравится, я к этому стремился. То есть это не чей-то пример, а просто ты всегда хотел летать на реактивном самолёте? Ну, я привык как-то развиваться. То есть поршневые здорово, я Экстерой и в этот раз привёз. И буду на ней летать. Но дело в том, что должно быть какое-то движение вперёд, прогресс. Допустим, в реактивной технике я вижу дальнейшее развитие своё. Больше всякого рода возможностей с точки зрения моделирования, с точки зрения пилотирования. То есть здесь совокупность. Собственно говоря, это и вызывает большой интерес. Скажи, а вот элемент шоу тебя привлекает в реактивной тематике? Безусловно. Безусловно. То есть тебе не безразлично, как это будет выглядеть для других? Не безразлично. У меня пока не так много опыта. Вот этот опыт я стараюсь приобрести сейчас. И на такого вида шоу, и я надеюсь, что и в дальнейшем тоже. На других мероприятиях. Потому что фактически налёта на реактивных самолётах у меня значительно меньше, чем у многих других реактивщиков. То есть можно считать, что в этой области я новичок. Скажи, пожалуйста, а вот такой формат, такого шоу, слёта фестиваля, да, вот РУЖЖЭТ, он способствует повышению лётного мастерства, способствует накоплению опыта? То есть здесь это происходит более интенсивно? И происходит ли это вообще? Конечно, происходит, и в этом сложно сомневаться. Дело в том, что любое мероприятие повышает уровень ответственности. В первую очередь пилота. Безусловно, есть некий повод стремиться к улучшению, во-первых, технических характеристик своей модели и выбора модели как таковой. И, безусловно, есть определённый повод стремиться к улучшению своего опыта и мастерства пилотирования. Безусловно, любое мероприятие даёт определённый толчок, и это здорово. А неформальное общение? А неформальное общение – это само собой. Это основное, я считаю, в любом мероприятии, где собирается общество единомышленников, друзей, коллег, партнёров и так дальше. Соперников? Ну, соперничать, я считаю, что здесь никакого нет, здесь есть в чистом виде дружба, партнёрское дружеское общение, и это прибавляет, да, и опыта в общении, и благоприятная обстановка вокруг влияет очень серьёзно. Слушай, вот ты сказал, ты сейчас в начале пути, ты только-только начинаешь набирать, как бы, влётное мастерство на джетах. Да. А вот вообще, вот смотришь на это, смотришь, вот другие люди, как они отлетают. А есть желание сразиться в настоящих соревнованиях? Желание есть, но необходимо реально оценивать свои силы, свои возможности и свой опыт, своё мастерство. Просто так невозможно выйти неопытному пилоту и соревноваться с мастерами. Всё это часы, это налёт, это всё приобретается со временем. Невозможно это приобрести моментально. Поэтому у меня времени достаточно, я надеюсь. В последующем, быть может, и сразимся на других площадках. Тогда, когда мы уже будем... Возможно, возможно, я не исключаю. Вот очень приятно слышать. Было бы просто замечательно видеть тебя на таком мероприятии. Спасибо. Я надеюсь, что так и будет. Спасибо большое. Спасибо.